В этом видео уроке нас ждет краткое знакомство с интерфейсом программы Adobe Photoshop. Но для начала давайте поговорим о том, когда была основана эта программа, какая версия на сегодняшний день актуальна, а также где скачать эту программу. История Photoshop насчитывает уже более 25 лет, точнее уже 26. То есть впервые Photoshop появился в феврале 1990 года и написали данную программу «Джон и Томас Нолл». Для того, чтобы посмотреть информацию об основных создателях программы, о тех, кто над ней работает, нужно зайти в меню «Справка» и выбрать пункт о программе Photoshop CC. И первыми именами здесь будут как раз «Томас и Джон Нолл». Вот вы можете увидеть, какой большой коллектив трудится над данной программой. Кликаем на свободном месте и данное окошко закрывается. На сегодняшний день актуальной версией является Photoshop Creative Cloud 2015. Возможно, что к выходу данного мини-курса уже будет версия CC 2016, потому что сейчас большие обновления выходят каждый год. Но, тем не менее, все команды, пункты меню остаются на своих местах и практически не меняются. Ну, только, может быть, дополняются. Photoshop является составной частью пакета программ компании Adobe Systems, который получил название Adobe Creative Cloud. То есть, для того, чтобы иметь возможность установки, обновления программ и работы с ними, нужно установить программу Creative Cloud. Именно через эту программу происходит установка и обновление всех программ. Теперь ответ на популярный вопрос «Где скачать Photoshop?» Официальную версию Photoshop можно скачать с сайта компании Adobe Systems. Для этого нужно зайти на этот сайт. Вот такой адрес – adobe.com. Программа автоматически определяет, где вы находитесь, и, соответственно, меняет язык. То есть, в данном случае у меня русский язык. Затем нужно зарегистрировать на данном сайте аккаунт, то есть, учетную запись. Затем зайти вот сюда в меню. И у вас выйдет вот такое окошко «Продукты, варианты приобретения, обучение и поддержка» и так далее. Можно нажать вот сюда, на «Варианты приобретения». У вас появится вот такое окно. Выбираете «Фотографы». И вы сможете приобрести данную программу всего за 299 рублей в месяц. Деньги будут списываться с вашего карточного счета помесячно. То есть, не сразу вся сумма за год, а помесячно. Если вы захотите отказаться от подписки, вы сможете сделать это в любой момент. То есть, никаких денег за это с вас не возьмут. Нужно просто будет написать в службу поддержки, и вам отменят подписку. Особенно это актуально, например, если вы меняете пластиковую карту. То есть, у вас идет перевыпуск карты, вы временно переходите на другую. И для того, чтобы не потерять подписку, вы можете сначала отменить подписку, затем снова создать ее уже с новой картой. Не обязательно сразу приобретать программу. Можно скачать «Триал-версию». Это совершенно полнофункциональная версия. То есть, там все те же самые инструменты, все команды актуальны на данный момент. Но она будет бесплатно использоваться вами только в течение одного месяца. Затем вы должны будете принять решение о дальнейшей подписке. То есть, подписываться или нет. Теперь давайте перейдем к рассмотрению интерфейса программы. Я пока сверну браузер. И снова зайду в Photoshop. Основными элементами интерфейса в Photoshop является рабочее окно. То есть, то окно, в котором мы работаем с изображением. Затем палитра инструментов. В нем выбираются инструменты, которые будут использоваться при работе с фотографией. Верхняя строка меню, где находятся различные команды. Также панель настроек конкретного инструмента. То есть, когда мы выбираем какой-то инструмент в Photoshop. Вот здесь появляется панель его основных параметров и настроек. Справа находятся палитры. Палитры группируются по какому-либо признаку. Например, вот это у нас палитра слоев. То есть, здесь собраны все элементы работы со слоями. Здесь же, в этой группе, в доке, находятся палитра каналы и контуры. Обратите внимание на вот этот значок справа, возле каждой палитры. Если мы нажмем на него, у нас здесь появятся дополнительные элементы управления. То есть, смотрите, вот здесь мы можем вызывать дополнительные команды. И также вот в этой области. О палитрах мы еще с вами поговорим отдельно. Теперь давайте разберем вот эту панель инструментов. Здесь собраны все инструменты, которые используются для ручного редактирования. Обратите внимание, что возле каждого инструмента справа внизу находится вот такой треугольничек. Нажав и удерживая левую кнопку мыши на этом треугольничке, мы открываем группу, в которой находятся похожие инструменты. Например, группа лассо содержит инструмент обычное лассо, прямолинейное лассо и магнитное лассо. Или, например, инструменты группы восстанавливающая кисть содержат, собственно, саму восстанавливающую кисть, точечную восстанавливающую кисть, заплатку и другие инструменты. Если мы выберем какой-либо инструмент из данной группы, он заменит собой инструмент на палитре инструментов. То есть тот инструмент, который в данный момент находится, он показывает, что данный инструмент у нас активен. То есть при простом щелчке на данном инструменте мы сразу его выбираем. Кроме того, инструменты выбираются соответствующими клавишами. Клавишами выбирать наиболее удобно. Давайте снова выберем инструмент прямоугольная область. Теперь давайте рассмотрим разделы меню. В меню файл содержатся команды для работы с файлами. То есть это открыть, закрыть, сохранить. Также отсюда можно перейти в программу Bridge, который является просмотрщиком и каталогизатором для программы Adobe Photoshop и других программ Creative Cloud. Название Bridge переводится как мост, и это абсолютно оправдывает название программы. То есть это мост между всеми приложениями. Следующий пункт меню называется редактирование. Здесь у нас находятся такие команды, как шаг вперед, шаг назад. То есть это отмена и возврат действия. Команды операции с изображениями, с буфером обмена. То есть это вырезать, копировать, вставить и так далее. А также здесь находятся очень важные для нас параметры настройки программы, которые мы рассмотрим позднее. В меню изображения находятся основные команды коррекции и работы с фотографиями. То есть это может быть изменение режима изображения, то есть изменение его представления как цветовой модели. То есть, например, это градации серого, когда у нас изображение содержит только один канал. Цветовое пространство RGB, то есть это основное трехроматическое пространство, состоящее из красного, зеленого и синего каналов. Пространство CMYK, которое используется при подготовке изображения для полиграфической печати. Цветовое пространство LAP и многоканальный режим. Также здесь можно изменять глубину цвета. То есть сколько бит приходится на один канал изображения. Повышенная глубина цвета нужна, когда вы производите глубокую ретушь. Или вам очень важно сохранить плавность градиентов в изображении, чтобы не допустить распада градиента на отдельные ступеньки, так называемую пастеризацию. Также здесь находятся автоматические команды коррекции. Автотон, автоконтраст и автоматическая цветовая коррекция. Но они не всегда срабатывают должным образом, но тем не менее иногда используются. Также здесь выполняются операции изменения размера изображения, размера холста. Операции изменения вида изображения, такие как вращение, отражение по горизонтали и по вертикали и другие. А в подменю коррекция находятся основные команды коррекции, такие как кривые, уровни, команды работы с цветом и другие. В меню слои, как следует из названия, находятся команды работы со слоями. Это создание нового слоя, создание дубликата, удаление слоя, создание групп из слоев, создание различных корректирующих слоев, слоев заливок, масок, векторных масок, смарт-объектов, а также операции выравнивания и распределения слоев. В меню текст находятся основные команды работы с текстом. То есть в фотошопе можно на изображение добавлять текст или выполнять верстку. Но, конечно, фотошоп для верстки это не лучшая программа, для этого есть другие программы компании Adobe Systems. В меню выделения находятся основные команды работы с выделениями. Выделение, как вы понимаете, это какая-либо область, которую мы выделяем либо вручную, либо с помощью специальных приемов. Также выделять можно не только какие-то области на изображении, но и, например, какие-то слои. А также какой-то диапазон цветов или какие-то области, которые являются резкими или наоборот не резкими. В меню фильтр находятся стандартные фильтры программы фотошоп. То есть фильтры это также команды, которые определенным образом изменяют изображение. Наиболее наглядным, например, является фильтр размытия, который может различным образом размывать изображение по различным алгоритмам. И фильтры усиления резкости, которые наоборот создают иллюзию наличия в изображении более мелких деталей. И способны создать иллюзию более четкого изображения. Также в фотошоп можно добавлять фильтры сторонних производителей, так называемые плагины. Они отображаются в отдельной группе. Вот здесь у меня установлено несколько групп плагинов. То есть также мы заходим вот сюда. И здесь можем видеть все плагины, которые установлены в какой-либо группе. Вот сейчас я показываю плагины семейства Nik Collection. Следующий пункт меню 3D это команды работы с трехмерными изображениями или различными трехмерными шаблонами, которые поддерживает фотошоп. Но я считаю, что в общем-то с 3D изображениями нужно работать в соответствующих редакторах, в которых есть более продвинутый функционал и многие операции сделать там гораздо проще. Но я с 3D не работаю и поэтому мы не будем рассматривать вообще данное меню. Следующее меню просмотр. Из его названия следует, что это что-то связанное с режимами экрана. То есть здесь мы можем увеличивать, уменьшать изображение, но то же самое можно сделать и с помощью клавиатурных сокращений. Также здесь можно посмотреть, каким будет изображение при определенном профиле для печати. То есть что такое профиль для печати? Это набор данных, с помощью которых данные изображения, то есть данные его каналов RGB или, например, CMYK, конвертируются в данные печатающей машины для того, чтобы получить корректное отображение на бумаге или каком-то другом физическом носителе. Например, на пленке, на холсте или на чем-то другом. Для этого служит так называемая цветопроба. Также здесь есть команды работы с направляющими, линейками и другие инструменты. Через команду «Окно» можно вызвать любые палитры, назначить рабочую среду или упорядочить каким-либо образом открытые в Photoshop изображения. То есть в Photoshop можно открывать не одно, а несколько изображений. И, наконец, в меню «Справка» содержится основная информация о программе Photoshop. Также здесь есть доступ к управлению учетной записью, доступ к обновлениям. И также, если у вас возникают какие-либо вопросы по работе в программе, можно нажать на кнопочку «Интерактивная справка» в Photoshop. Мы автоматически попадаем на сайт компании Adobe Systems. И вот здесь вы можете просмотреть интересующие вас моменты. То есть, если вы что-то забыли, в любой момент можете воспользоваться онлайн-справкой. Но, естественно, для этого необходимо подключение к интернету. То есть, если вы работаете автономно, без подключения к интернету, то, естественно, вы не сможете просмотреть данную справку. Теперь давайте рассмотрим работу с палитрами. То есть, это тоже очень важный момент, который нам необходимо учитывать. Для начала мы сохраним нашу рабочую среду. То есть, чтобы затем, когда я здесь что-то поперетаскивал, поменял положение, я смог легко вернуть тот вид программы, который был у меня в начале работы. Для этого заходим вот в это меню. И выбираем «Новая рабочая среда». Нажму цифру 1. Включаю вот эти галочки и нажимаю «Сохранить». То есть, теперь, если я здесь что-то поменяю, то в любой момент смогу вернуться к сохраненной рабочей среде. Итак, давайте мы сейчас поработаем с палитрами. В открытом виде палитры выглядят вот таким образом. То есть, здесь у нас отображаются какие-либо элементы, текстовые, графические, которые предназначены для работы с определенными аспектами изображения. То есть, например, слоями, каналами или контурами. Или с корректирующими слоями. То есть, это палитра коррекции. Если палитра свернута, то она отображается вот таким образом в виде значка. Если мы кликнем по значку, то палитра разворачивается. Например, вот такая палитра операции. Или вот так выглядит палитра история. Как видите, кликнув снова по значку, я ее сворачиваю обратно. Палитры можно переносить в любое место экрана. Вот, например, сейчас я вынесу вот сюда палитру инфо. Беру за заголовок и просто перетаскиваю. Окно групп палитр, так называемого дока, меняется таким образом, что в нем отображается другая палитра. То есть, если у меня была отображена, например, палитра инфо, я ее вынес, то активной становится следующая или предыдущая палитра. Также палитру можно растягивать, сжимать в определенных пределах, просто перетаскивая ее за край. Вот таким образом. Также палитру можно пристыковать обратно. То есть, таким образом можно выполнять стыковку палитр в доке. Для этого нужно взять палитру за заголовок, перенести ее к другой палитре в доке. Вокруг у нас появится вот такая голубая рамочка и затем отпустить левую кнопку мыши. Таким образом палитра пристыкуется. Если вам необходимо освободить место, палитры можно свернуть. Для этого можно нажать вот на эту стрелочку, свернуть в пиктограммы. Вот таким образом палитры сворачиваются. А для того, чтобы освободить место на экране, для работы только с изображением, можно нажать клавишу Tab. Нажимаем клавишу Tab и у нас исчезают все палитры. Остается только изображение и курсор активного в данный момент инструмента. Но при этом инструменты можно выбирать с помощью горячих клавиш, клавиатурных сокращений. Нажав снова клавишу Tab, мы возвращаем палитры обратно. То есть включаем их видимость и у нас рабочая область экрана уже становится несколько меньше. Итак, мы с вами вкратце рассмотрели интерфейс программы Adobe Photoshop и в следующих уроках мы продолжим обучение. Итак, я жду вас на следующих уроках. Продолжение следует...